Здравствуйте! Многие огородники задают мне вопрос, как ухаживать за рассадой перцев и паклажан. Но предварительно хочу немножко отчитаться. Вот смотрите, у меня рассада высаженная прижилась. Как вы помните, я сажал ее двумя способами, с пекерованием и без пекерования. И можно примерно сейчас посмотреть. Вот на примере перца, который я сажал без пекирования. Вот он нормально прижился. И сквозь бумагу, которую мы здесь прокладывали, у нас корешки проросли. Все нормально растет. Но тем не менее, вот можно сравнить с перцем, который я уже распекировал. И тоже в принципе он нормально растет. Поэтому, если у вас мало семян, то лучше сажать, конечно, с пекировкой, чтобы каждое семечко можно было рассадить. Поскольку если сажать без пекирования, семян надо больше. Мы сажаем по два, по три семечка в один стаканчик. То же самое мы можем посмотреть на примере, например, баклажан. Вот баклажан, который без пекировки сразу высаживался. Также мы видим, что корешки у нас проросли. Все нормально. А вот баклажанчик, который я распекировал. Тоже в принципе неплохо растет. Все хорошо прижилось. Так что, тоже такой же вариант. Если семян мало, то лучше распекировать. Если много, то можно напрямую высаживать их. Так что мы еще с вами семена замачивали. Просто я замачивал в талой воде и замачивал в цирконе и фитоспорине. Вот, например, у меня баклажанчик, где семена не были обработаны. Смотрите, он такой же просто в талой воде замачивался. Очень хороший, большой. И семена, которые подвергались обработке, в принципе, разницы я пока не вижу. Может, где-то она когда-то скажется. Поэтому уж слишком большого внимания уделять обработке семян таких. Конечно, на всякий случай это надо сделать, но пока я не вижу никакой разницы. А в чем же заключается, в принципе, потом дальнейшее. Вот у нас рассада растет и дальнейший за ней уход. Первое, конечно, и самое основное, это очень грамотный полив. То есть надо поливать очень осторожно и аккуратно рассаду. Вот для примера, например, вот у нас перчик, который пора полить. Мы пальцем сначала смотрим землю, чтобы она должна уже быть сухой. Нам пора ее чувствуется полить. И что мы делаем? То есть леечкой поливаем в угол. Вот так вот. Наклоняем немного, чтобы у нас протекла туда вода как бы между краями стакана. Вот мы видим, она к корешкам у нас протекла. И опять надо поливать все в зависимости от того, какой у нас как бы уже ростовый, ну в смысле само растение. Чем больше, тем, естественно, воды надо побольше, чем растение поменьше, тем буквально мы делаем по чуть-чуть. Где-то поливаем два раза в неделю, смотрим. Вот. Но ни в коем случае нельзя перелить, иначе мы сразу получим упрямчиков. Что еще можно сделать? Вы видите, что как бы у меня рассада вытягивалась, и семидольные листочки находятся высоко, и перец может начать криво расти. Можно по чуть-чуть, буквально вот сухой земелькой, чуть-чуть посыпать ее. Но буквально чуть-чуть, не как у помидор, чтобы только как бы придерживать перешок. Вот я это вот делаю, вот буквально чуть-чуть, сверху я вот так вот. Сейчас после того, как полил, все, у меня вот эта вот уже земля будет немного держать мой росточек. Следующее, это надо обязательно нам к солнцу. Если у нас, например, это окошко, все, время от времени поворачивать наши растения, если они будут у нас клониться, да? И когда, по мере их роста, наши стаканчики надо раздвигать на такое расстояние, чтобы у нас не было соприкосновения листьев. Например, нельзя допустить, чтобы они были вот так вот, например, росли. Тогда у нас они будут сразу же вытягиваться, все, листья не должны соприкосноваться друг к другу. Вот эти, например, надо уже вот на такое расстояние раздвигать. И то же самое делаем мы со всеми. Если у нас площадь, вот как у меня стола позволяет, то я могу вполне очень много ее раздвигать, и поэтому рассада будет расти все нормально, хорошо. Вот, в принципе, все основное ухаживание за рассадой. Ничего лишнего делать не надо. Некоторые, конечно, подкармливают ее, но я вот не подкармливаю, потому что земля покупная, в ней уже все есть. И до момента высаживания ее, либо в парник, либо в открытый грунт, как я вот в открытом грунте выращиваю, вполне нам хватает. Вполне хватает тех элементов, которые находятся у нас в нашем грунте. Все, вот так вот, несложный уход. Каждый можете его сделать. Так что ухаживайте и добивайтесь, чтобы рассада у вас нормально росла, формировалась. И мы посмотрим, какая она получится к моменту уже пересадки. Пока, до свидания.